Здравствуйте! Хотите почувствовать себя членами жюри самого престижного в мире часового конкурса? Оставайтесь с нами! Неделю назад на нашем канале вышел ролик, посвященный моделям-победителям конкурса Гран-при Арлажири до Жениф. А сегодня я хочу предложить вам побыть в качестве членов жюри этого престижнейшего конкурса в области часового дела и выбрать лучшие часы среди этих шести. Почему этих и почему здесь нет марок, начинающихся вот на эти буквы Patek, Filipe, Racketta, Rolex? Потому что эти модели шот-лист номинации хронометрия. Роликса нет потому, что он принципиально не выставляет свои модели на конкурс, только модели Тьюдера. Patek, наверное, потому, что тоже не хочет давить авторитетом. Последний раз эта марка была в конкурсе в 2006 году. А почему нет ракеты, не спрашивайте. Кстати, Rolex в этой номинации не мог стать победителем по определению. Дело в том, что по регламенту конкурса в этой номинации должны быть заявлены модели, которые имеют хотя бы один турбион или спуск или другое улучшение, нацеленное на повышение точности часов. А Rolex с турбионом я пока не видел. Ну что, выберем? Предупреждаю, работа непростая. Запаситесь чаем, пивом, попкорном. Я расскажу вам про модели, а после вы выберете ту, которая больше всего понравится именно вам. Интересно, ваше мнение совпадет с мнением жюри? Представим модели из нашего шот-листа. В шестерке 2019 года реальная новинка всего одна. Это Tuckhoer Altavia. Остальные модели существенно старше. Антонио Пресьюза представил часы с тремя турбионами, которые еще и крутятся на своеобразной карусели. В 2015 году очень похожая модель, но только с другой отделкой, уже получала в Женеве сразу два приза. За инновации и приз зрительских симпатий. Армин Стром с двумя балансами. Вещь не менее впечатляющая. Эта модель немножко помоложе. Механизм появился в 2017, а часы в 2018 году. Особенности механизма Фердинанд Берту скрыты внутри корпуса. Часы тоже 2018 года. Маленький принц от IWC был представлен в этом январе, но впервые калибры 94 серии были показаны еще в 2013. Зенит формально тоже новинка этого года, однако механизм с такой же идеей был впервые показан еще в 2017. И тогда же он получил свой гран-при. Почти все эти модели уже знакомы нашим читателям и подписчикам канала. Ролики про Зенит и Такхойр выходили на канале этим летом. Статья про пресс-юза в журнале Мои часы осенью 2016. Про Фердинанд Берту в 2018. Если вы читали, смотрели эти материалы, напишите ваше мнение. А интереснейшую статью про Армин Стром можно найти в свежем номере журнала Мои часы. Рекомендую. Наш шотлист чем-то напоминает Ноев ковчег, в котором каждой твари по паре. Здесь две модели, которые можно назвать часами на новых физических принципах. Это Зенит и Такхойр. Две модели с устройствами постоянной силы. IWC и Фердинанд Берту. Две модели, основанные на принципах резонанса. Антонио Пресс-юза и Армин Стром. И две модели от независимых компаний. Это все те же Антонио Пресс-юза и Армин Стром. И на шесть наших участников приходится ровно шесть турбионов. Не беда, что в трех моделях их нет вообще. Зато в часах от Пресс-юза их целых три. После первого знакомства перейдем к оценке моделей. К сожалению, я не знаю критериев, по которым жюри оценивала модели-участники. Но точность там точно была ни при чем. Ее гарантированно не замеряли. Почему, расскажу позже. Предположим, что критериями были инновации, полезность, ремонтопригодность и эстетика. Попробуем оценить полезность инноваций, заложенных наших участников. Для этого разобьем их на группы по используемым технологиям. Первую группу я назвал «Часы на новых физических принципах». Обычно этот термин используют применительно к лазерному и прочему фантастическому оружию. Здесь же я имел в виду часы с новыми материалами. Прежде всего это кремний. Технология изготовления деталей из кремния позволила получать компоненты с очень высокой точностью и с заранее заданными характеристиками. А это сразу подняло точность часов. В нашем шот-листе детали из кремния имеют две модели – Такойр и Зенит. И хотя технологии отчасти похожи, использованы они совершенно по-разному. Такойр – это почти обычные классические часы, у которых заменена всего одна деталь. Но деталь ключевая – спираль баланса. Здесь она была сделана из композита на основе кремния. А в Зенит замене подверглись сразу несколько узлов. Это узел баланса, узел спуска, противоударное устройство. Все это было заменено вот этой деталькой, которая так замечательно дрожит. Она сочетает в себе и колебательную систему, и спуск одновременно. Она колеблется с частотой 18 Гц, что намного быстрее, чем любой баланс в обычных механических часах. И, соответственно, дает более высокую точность. Вторая группа – это часы с устройством постоянной силы. Это устройство призвано компенсировать ослабевание пружины по мере работы часов, из-за чего они начинают спешить. Чтобы избавиться от этой проблемы, еще лет 300 назад между заводной пружиной и спуском стали встраивать специальные конструкции, которые выравнивали бы импульс и позволили бы часам сохранять стабильную точность. Такие устройства были актуальны лет 300 назад и даже 150. Но сегодня в наручных часах они используются крайне редко. Во-первых, потому что современные материалы и без них позволяют обеспечить достаточную изохранность. А во-вторых, любое такое устройство содержит множество деталей и занимает много места. Третья группа в нашей шестерке использует понятие резонанс. То самое, с помощью которого бестолковые военные обычно рушат мосты. Про резонансные системы тоже можно почитать у нас на сайте. Во многих областях техники резонанс помогает обеспечить высокую стабильность колебаний. Применяли его и в часах, но прежде всего в крупных. В силу размеров в наручных часах какие-либо резонансные устройства можно встретить крайне редко. В нашем шот-листе таких часов сразу двое. В моделях от Армин Стром и Антонио Пресьюза мы видим несколько балансов, которые колеблются с одинаковой частотой. Они взаимодействуют друг с другом и выходят на некую общую частоту, которую поддерживают с очень высокой стабильностью. Для точности резонанс хорош. Оборотной стороной, как обычно, является сложность изготовления и особенно сложность настройки. Давайте попробуем составить рейтинг наших моделей по полезности. На первое место я бы однозначно поставил Такойер, потому что при минимальных вмешательствах и изменениях в классическом механизме мы получаем максимальный эффект. Второе место я бы отдал или двум моделям с устройствами постоянной силы или часам от Армин Стром. Почти в самом низу расположились часы от Антонио Пресьюза, потому что вот эта комбинация трех турбионов, которые еще и крутятся на какой-то карусели, помимо прочего, съедает огромное количество энергии. А в самом низу однозначно модель от Зенит. Я согласен, что эта концепция позволяет резко повысить точность часов, но слабо понимаю зачем. Насколько много людей захотят носить на руке механическое устройство, жужжащее с частотой 18 Гц. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Когда я рассказывал про номинацию хронометрии, я сказал, что это точно не про точность. И я не шутил. Знаете, сколько из наших шести моделей имеют сертификат хронометра? Всего одна, самая простая, Такхойер. Вы спросите, почему? Ну, видимо, потому, что турбион, хотя и является красивой игрушкой, но в реальности мало помогает достижению точности часам от IWC и Фердинанд Берту. А в остальных трех моделях замерить точность привычными приборами просто невозможно. Зенит имеет принципиально другой спуск, и традиционные приборы для проверки точности не в состоянии уловить его шумы. Обычными приборами невозможно замерить точность и в часах с технологией резонанса. Дело в том, что эти приборы работают на основе шумов, которые создает узел спуска. Но в часах от Арминстром спусков два, а у Пресьюза их вообще три. И прибор банально захлебнется под тем массивом шума, который генерирует механизм. Однако та самая пружинка, которая соединяет балансы, была создана компанией совместно со швейцарским центром электроники и микротехнологий. И специалисты центра подтверждают, что данная технология гарантирует часам Арминстром точность на четверть лучше тех параметров, которые требуются от хронометров. Следующий критерий – инновационность. Давайте также разобьем наши модели на группы. Часов на новых физических принципах у нас двое, но по степени инновационности они отличаются принципиально. В часах Такхойер степень инновационности, пожалуй, что минимальна. Здесь из кремния сделана всего лишь одна деталь. Но сегодня добрая половина механики от Swatch Group имеет кремниевые спирали. И, к сожалению, мы доподлинно не знаем, превосходит ли в чем-либо технологии от Такхойер ту технологию, которую уже давно использует Swatch Group. Или это просто способ обойти патенты. Другое дело – Зенит. Конечно, сама по себе идея заменить одной деталью несколько узлов не нова. Подобные проекты давным-давно пытались предложить Джерар Пирого, Пармиджани. Но только Зениту впервые удалось реализовать эту идею в серийной модели. Так что степень инновационности здесь зашкаливает. Буквально зашкаливает. Две модели с устройствами постоянной силы тоже используют разные подходы. В часах IWC использована идея аккумулятора энергии. А когда между заводным барабаном и узлом спуска встраивается специальное устройство, которое накапливает в себе небольшие кванты энергии, всегда равные, и уже их передает на спуск. Основная инновация от IWC заключалась в том, что они к этому устройству добавили турбион. Но и сама идея не кажется мне какой-то сверхновой. Да и первый механизм на этом принципе был показан компанией еще в 2013 году. Совсем иное дело Фердинанд Берту. Здесь применен другой подход – фузея. Фузея – это улитка, выполненная в форме конуса, которая связана с заводным барабаном очень-очень тонкой цепочкой. У фузея есть две проблемы. Первая – это сложность изготовления. А вторая заключается в том, что в то время, когда мы заводим фузею, часы по сути стоят. Потому что фузея в этот момент не передает вращение на остальную колесную систему. Специалисты Фердинанд Берту придумали специальный дифференциал, который во время заводки пружины продолжает передавать вращение на остальную колесную систему. И часы не останавливаются. Эта идея действительно нова. Идея резонанса не одна сотня лет. И две наши модели демонстрируют различные подходы к ее использованию. В часах от прес-юза связь между тремя балансами происходит прежде всего через колесную передачу. За счет того, что колеса движутся и срабатывают синхронно, синхронно начинают работать и балансы. Эту концепцию прес-юза показал еще в 2004 году. И, кстати, тогда же привозил в Москву. С тех пор он каждый год только немножко меняет оформление модели. Ну, а вот эта вот каруселька добавилась в 2015 году. Но она особого отношения к точности и к полезности по сути не имеет. Она имеет отношение прежде всего к красоте. В часах от Армин Стром мы имеем другую картину. Здесь два баланса связаны между собой не только через колесную передачу, но и еще вот такой-то пружинкой в форме то ли скрепки, то ли бабочки, которая взаимодействует непосредственно с осями баланса. Различные варианты взаимодействия двух балансов через какие-либо пружинки применялись в крупногабаритных конструкциях. Но в наручных часах Армин Стром оказался первопроходцем. Если строить рейтинг по инновационности, то первое место мы однозначно должны отдать Зенит. С их абсолютно зашкаливающей идеей. На второе место Армин Стром, на третье Фердинанд Берту. А как между собой расставить три оставшиеся модели, я не знаю. Потому что ни в Такхуэр, ни в IWC, ни в часах от Пресьюза каких-либо сверхсвежих идей, которых бы мы не видели последние годы, я, признаться, не наблюдаю. Ну что, устали? Или попкорн кончился? А я предупреждал, что работа жюри непроста. Поехали дальше. Мы подошли к теме ремонтопригодности. И фанаты Зенита, приготовьтесь. Приготовьтесь критиковать меня, потому что я буду критиковать Зенит. Дело в том, что модели от Зенит по критерию ремонтопригодности можно ставить абсолютный ноль. Мне кажется, будет просто сказочно, если лет через пять вот эту замечательную детальку удастся найти не то, чтобы в какой-то из московских мастерских, а хотя бы на самой фабрике. На второе место по неремонтопригодности я бы поставил часы от Фердинанд Берту. Я не очень представляю, кто в Москве захочет связываться с вот этой конструкцией. Из цепочки из мельчайших деталей, да еще и двух дифференциалов. Как можно настроить совместную синхронную работу трех балансов в трех турбионах в часах от Пресьюза, я, признаться, тоже не знаю. Ну, может быть, мастера подскажут. Найти замену спирали баланса от Такхойер тоже будет непросто. Можно ли это отнести к критичным недостаткам, не знаю. Добрая половина механики от Свотч Групп имеет ровно такую же проблему. На мой взгляд, самыми ремонтопригодными часами в шестерке является Армин Стром. Здесь, даже если что-то сломается, даже если у вас не будет вот этой замечательной бабочки, хотя бы один баланс наверняка сможет работать. А значит, часы будут показывать время. И у нас остался самый последний, самый понятный критерий – эстетика. И здесь в лидерах однозначно зенит. Ну, точнее, в антилидерах. Это хорошо, что дизайн часов передает их высокотехнологичную идею. Но, как я сказал, я не думаю, что много людей захотят носить на руке вот такую вот странную, немножко там жужжащую штучку. И у меня есть идея для компании «Зенит». Я бы предложил вот эту детальку разукрасить в желто-черные цвета. Тогда мы получим что-то похожее на пчелу, которая жужжит крылышками с частотой 18 Гц. И тогда мы сможем весь этот угли продать Билайну. На второе место я бы поставил часы от IWC. Да, маленький принц, который периодически появляется в окошке фазы Луны – это хорошо. Правда, летал он не совсем на Луне, а на какой-то другой планете. А вот окно турбьона мне здесь категорически не нравится. Почему-то на большинстве фотографий IWC показывает этот турбьон, как будто висящий на каком-то кресте. На самом деле здесь две балки, которые вращаются друг относительно друга. Но мне кажется, можно было бы придумать какое-то чуть более эстетичное крепление. Модель Atocoir – это просто обычные нормальные часы. Часы хорошие, но вся инновационность уместилась ровно в одну надпись на циферблате. А хотелось бы, чтобы она была поддержана чем-то еще. При Сьюза. Каждый раз мастер придумывает для этого механизма новое оформление. Три вращающиеся турбьона выглядят просто чума. И особенно в обрамлении камней выглядят буквально на миллион. Беда в том, что стоят эти часы миллион двести. Фердинанд Берту. И необычно, и интересно. Кто-то сказал про эти часы словами из песни. Налицо ужасные, добрые внутри. Эти часы гарантированно вызовут огромное количество вопросов от ваших друзей. А самые вредные из них будут спрашивать, который час. Потому что ответить на него без телефона вы не сможете. Арминстром. Здесь одновременно есть что просматривать и легко определить время. В левой стороне циферблата мы видим два баланса и пружинку, которая связывает их между собой. Мы видим характер часов, мы видим главную фишку, которая заключена в этом механизме. А вместе с тем и время можно определить без помощи телефона. Итого, что выбираем? Какая модель лучше? Зенит. Мне кажется, подлежит отстрелу за бессмысленность инноваций. IWC. Здесь мы не видим ни особо интересного дизайна, ни каких-то слишком интересных инноваций. Да, здесь, конечно, есть устройство постоянной силы и даже турбион, который прямо указан в условиях номинации. Но, мне кажется, механизм с идеей 2013 года на лучшую модель года 2019 вряд ли может претендовать. Takhoer. Очень хороший вариант покупки. Особенно, если бы за эту модель просили не 240 тысяч рублей, а 120. Но именно покупки. А вот на модель года в категории хронометрии она, как мне кажется, все-таки не тянет. Precuse. По идее, именно эту модель должны были бы выбрать лучшей. Ведь в условиях номинации прямо упомянут турбион, а турбионов здесь. То ли три, то ли четыре. Я думаю, что помешало только то, что эта модель уже получала призы в 2015 году. В итоге, в реальности из нашей шестерки я бы выбирал между двумя моделями. Между Ferdinand Bertou и Armin Strom. Между часами с необычным внешним видом и механизмом, который выполнен на обычных, но крайне малоремонтопригодных принципах. И между часами с носибельным дизайном, прикольным внешним видом и пусть слабой, но надеждой на сервис. И между ценой 230 и 62 тысячи франков. Что выбрал я? Не скажу. Жюри выбрала Фердинанда Bertou. А каков ваш выбор? Напишите в комментариях. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть больше интересного из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok